Лекция 20. Из нашего длинного цикла 24 лекции мы потихоньку подходим к концу, как вы видите. Мы рассмотрели много разных метрик, которыми можно оценить качество программного кода. Не устаю повторять, в основном с точки зрения его поддерживаемости, его читаемости, его качества через призму будущих поколений. Кому мы передадим этот код, что они смогут с ним сделать, какой сложности будет у них работа по поддержанию этого кода, по внесению изменений, по его улучшению и дополнению. Еще одна метрика, которую я взял на себя смелость озаглавить, потому что я не нашел название этой метрики и я не нашел даже какой-то единой метрики в этой области. Поэтому я назвал нашу лекцию Commits Density. Мы будем говорить о истории возникновения программного кода, истории возникновения кодовой базы через последовательные изменения, которые в нее вносят программисты. Наверняка многие из вас работают с системами поддержания, системами контроля версии типа Git, типа Subversion, типа Mercurial. И понимают, что это такое. Мы понимаем, что мы вносим изменения в кодовую базу не через просто изменения файлов, которые там находятся, а мы все-таки вносим изменения в файлы. Но эти изменения ложатся в систему контроля версии. И мы можем вернуться в прошлое, мы можем перейти в то место, где мы находились несколько месяцев назад и увидеть, в каком состоянии файлы находились в то время. Безусловно, это создает для нас некие проблемы. В первую очередь, в частности, размера тех файлов, размера того хранилища, где находятся наши исходные данные. Если бы мы просто работали с файлами, то у нас бы размер репозитория, размер директория, где хранятся файлы, он бы равнялся размеру файлов, размеру тех файлов, которые в нем находятся. Но если мы работаем с системой контроля версии, то она добавляет большое количество мета-информации для того, чтобы хранить прошлые версии, для того, чтобы хранить историю изменений, кто их сделал, почему их сделали. Это все хранится в дополнительном пространстве. И это пространство, безусловно, оно крупнее, зачастую во много раз, чем, собственно, те файлы, которые мы храним. Нас интересует история. Нас интересуют исторические изменения. Изменения, сделанные в прошлом. И через их анализ мы можем сделать какие-то выводы о том, какой у нас программный продукт. Опять же, не запуская его, мы не смотрим на его функциональность, мы лишь делаем ретроспективный анализ того, что сделали программисты в прошлом. И отсюда делаем какие-то выводы. Давайте посмотрим, какие выводы мы можем сделать, кто предложил эти выводы делать, почему. Ну, посмотрим, как обычно, на некий исторический анализ научных работ в этой области, и не только научных. Закончим мы эту лекцию довольно практическими рекомендациями для вас, как программистов, что же вам делать для того, чтобы история изменений в вашем репозитории была максимально полезна будущим программистам. И вам в том числе, когда вы будете анализировать, что случилось в прошлом в вашем репозитории. Я пытался найти, когда же все началось, и я ничего старше, чем эта статья 1975 года не нашел, где было бы более-менее... Наверняка было написано, потому что системы контроля версий существовали до 1975 года. Мы несколько лекций назад обсуждали это и говорили, что еще в 1969 году были созданы первые системы контроля версий. Эта система, которую описывает автор этой работы, он в этой работе, в этой статье, достаточно небольшой, описывает, как его работает система контроля версий SCCS, если я не ошибаюсь, могу ошибаться с названием, я сейчас уже не помню. Одна из первых систем контроля версий, 1975 год. Нам интересно сейчас не то, что он описал свою систему контроля версий, а то, что он обратил внимание на динамику изменений в этой системе контроля версий и на важность этих, собственно, изменений и документирования этих изменений. Смотрите, что он говорит. В то время эти изменения назывались дельтас. Потом они стали называться как-то по-другому, мы посмотрим позже. Потом они стали называться еще как-то. И уже в современном мире мы называем их коммитами. В то время слова коммит еще не было, было слово дельта. И вот это слово было здесь предложено, он описывает здесь функционал и рассказывает о том, что это можно делать, это было некое открытие в то время, что можно вносить изменения этими дельтами. И эти дельты имеют reasons. У каждой дельты существует некое описание того, что же там произошло. И он здесь указывает, что качество этого reason зависит от совести, осознанности программиста. Это важная мысль, которая уже в 1975 году была высказана. И дальше мы будем на протяжении всей лекции как-то вокруг этого танцевать, вокруг этой мысли о качестве. Это качество действительно важно. Нам очень важно то, как именно описал программист, что же он сделал. Это, в общем-то, то, что мы имеем в истории. Мы, конечно, имеем другие еще характеристики этих коммитов. Их размер, например, какое количество файлов изменил программист за один коммит. Как он их описал, безусловно. Может быть, какие изменения он внес внутри одного файла. Насколько он их сгруппировал или, наоборот, их разгруппировал. Это все тоже важно. Но вот этот reason, он вроде бы является наиболее важным показателем. И на мой взгляд, и на мой взгляд, и с точки зрения авторов, которых будем рассматривать, что же там такое произошло. Если мы, программисты, описываем это качественно, то это влияет очень сильно на дальнейшую судьбу нашего репозитория. На ее репозитория, на его качество и на то, насколько программистам будет комфортно работать. 1975 год. Это пока такие очень старые статьи, я вам даю. Они мало имеют практической пользы для современного программирования. Но теорию они заложили уже тогда. Уже тогда стало понятно, что качество важно. Вот еще одна статья, чуть позже. 1998 год, я так перепрыгнул, потому что в этом интервале были тоже статьи и решения. Но мы быстро подберемся к современному миру, потому что эти коммиты и гид-репозиторий, это все очень свежая история. И, конечно, самое интересное происходит вот сейчас, а не в те далекие времена. Вот видите, они здесь начинают называть это changes'ами. Было слово deltas, теперь они говорят changes. И мысль следующая, которая нам тоже интересна, высказана была в следующем формате. Сказано, что то, как люди вносили эти изменения в репозиторий, поэтому по характеру этих изменений можно судить о том, какой contribution был сделан. И, в общем, можно многое сказать того, чего нельзя увидеть, просто глядя на код. То есть мы имеем на выходе некую агрегацию, когда смотрим просто на репозиторий. Когда мы его открываем и смотрим просто код, который там в нем находится. Мы по этой агрегации сказать можем мало о том, кто внес эти изменения, как они вносились, и почему, и какая была доля участия тех или иных программистов. И что они чувствовали, условно говоря, пока они вносили эти изменения. Если же мы смотрим на individual changes, если мы смотрим на каждый commit, то мы можем сказать значительно больше. Мысль для нас, современных программистов, вполне очевидная, но в 98 году она была в то время еще, мне кажется, достаточно свежей. Ну и вот в этой же статье, которую только что процитировал, был такой анализ, несложный, проведен. По горизонтали мы видим время, а по вертикали мы видим несколько графиков. Каждая линейка, каждый time series на этом графике, это contribution одного программиста. Тут всего их 11 developers, то есть всего 19 графиков, 19 этих линий. И видно, что каждый из них contributed с какой-то динамикой. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что это за динамика и что она нам говорит, это не принципиально. Главное, что в тот момент, в те годы, стал интересен вопрос анализа, как, кто contributed. И для того, чтобы измерить этот contribution, стали обращать внимание на changes и дали им в то время название maintenance requests. Мы еще вернемся к термину MR, вы увидите, что этот MR плавал, сейчас у нас MR, это чаще всего означает merge request с подачей, по-моему, GitLab, если я не ошибаюсь. В GitLab мы называем это merge request. В то время MR ассоциировался с maintenance request. Ну, в общем-то, это близко. Maintenance request или change, то есть то, что мы вносим в репозиторию для того, чтобы его модифицировать. И метрику, которую они поставили по вертикали, называется average technical head count months. Я не стал разбираться, что это такое, нам это не принципиально, главное, что мы видим динамику. Нам это интересно, нам это должно быть интересно. Вам это как программистам и как тем, кто в потенциале будет менеджером программистов, вы должны на такой график обращать внимание. Он должен у вас быть где-то перед глазами. Вы должны следить за тем, с какой частотой программисты коммитят в репозитории. Это важно, это говорит о их contribution, так или иначе. Мы на первой лекции обсуждали lines of code. Я вам говорил, что эта метрика интенсивно и агрессивно критикуема. Многие не согласны с тем, что по количеству строк кода можно оценить contribution программиста. Также многие не согласны, что можно по количеству коммитов оценить contribution программиста. Многие вам скажут, что есть программисты, которые один коммит в месяц сделают и они при этом, senior developers, они при этом очень ценный contribution вносят в проект. Возможно, такие случаи существуют. Возможно, такие исключения, такие вырожденные ситуации имеют место в мире software engineering. Но это все-таки исключение. В основном, программиста можно оценить по количеству его коммитов. И, конечно, по объему коммитов. Если мы будем измерять не только количество, но и размер коммита, можно, конечно, коммитить по одной строчке 10 раз в день. Но все равно, программист, который коммитит по одной строчке 10 раз в день, на мой взгляд, это все равно лучше, чем программист, который коммитит, один коммит делает, точнее, раз в неделю. Большой. Программист, который делает интенсивно коммиты частые и небольшого размера, это программист более дисциплинированный, более организованный, более грамотный. И мы вернемся в конце лекции, я вам покажу практические советы, которые дают программисты, и многие согласны с этим мнением, что частые коммиты малого размера свидетельствуют о, не то что качестве программиста, но качестве его образования или понимания того, как должна быть устроена система контроля версий и для чего она вообще нужна. Большое количество программистов, к сожалению, воспринимают систему контроля версий как хранилище данных, как некий сторож, как некий дропбокс, как некий Яндекс.Диск. Им сказал начальник, что на локальном компьютере держать файлы нехорошо, что нужно их коммитить куда-то в клауд. Он сказал, окей, куда мне коммитить? Ну дайте мне какой-то протокол, гид-протокол, я буду по нему, вам нужно, я буду коммитить раз в день, раз в неделю, когда вам нужно. Но я не понимаю, зачем это, кроме как для бэкапа, кроме как для сохранения, чтобы код не потерялся. Это безграмотный подход, это подход дилетанта, подход того, кто просто не понял, как пользоваться этим инструментом. Это как люди, которые не знают, для чего нужны юнит-тесты. И они говорят, ну если вы мне заплатите, я юнит-тест напишу. Если будет дополнительный бюджет в проекте, я напишу юнит-тест. Это такой же майндсет, такая же установка, как и с системой контроля версии, когда в ней видят просто бэкап-хранилище. Она не для этого. Система контроля версии это инструмент общения с будущими поколениями, с будущим поколением себя же. Это механизм передачи знаний, информации о коде, мета-информации. Это как документирование кода, это как составление протокола, настройки сервера. Это что-то типа, где-то я по-моему на какой-то из прошлых лекций сравнивал вам это протоколирование с введением бортового журнала у корабля. Когда корабль плывет, то капитан обязательно ведет бортовой журнал, он записывает в него каждый прожитый день условно и каждое событие, которое произошло. Интересны нам даже не каждый день в этом протоколе, в этом бортовом журнале, потому что день для нас не является важной единицей измерения, для нас, для будущих поколений. Нам интересно, что произошло, куда они приплыли, какой остров они встретили, какой шторм или какой штиль встретился им на пути. Было ли это в пятницу или было ли это в субботу, это возможно тоже интересно, но это все-таки вторично. Первично нам событие, что произошло, что именно этот корабль встречал. Если, конечно, капитан этот лог не ведет или ведет его раз в месяц, записывает месяц, прошел отлично, команда в порядке. Кстати, мы встретили такой-то остров, кстати, мы попали в такой-то шторм. Это безграмотное введение бортового журнала. И такой капитан, наверное, должен быть отправлен на переквалификацию. А грамотный капитан, он будет ввести бортовой журнал сразу, записывая туда после каждого произошедшего события, он будет вносить запись в бортовой журнал. Также должны действовать и программисты. Как только у вас что-то ценное случилось в репозитории, как только вы продвинулись немного вперед в вашем функционале, как только вы создали что-то такое, что имеет ценность, вы тут же это коммитите. То ли в мастер-бранч в основной или в мейн-бранч, то ли в фичер-бранч, в котором вы работаете. Но коммит вы делаете. Другое дело потом, как эти коммиты попадут в основной бранч, возможно, они будут сквошт, и тогда весь ваш бортовой журнал, который вы ввели в своем фичер-бранче, превратится в одно сообщение суммарное, которое попадет в основной бранч. Но если вы делаете сквош-коммит, то, наверное, у вас остаются фичер-бранчи в репозитории для истории. Потому что я выступаю за то, чтобы все-таки не сквошить и не терять эту информацию. Потому что каждый программист – это капитан на своем маленьком судне. И условно можно представить себе фичер-бранч – это как шлюпку, которую мы отпустили для того, чтобы провести разведку на острове, к которому мы приплыли. Большой корабль подплыл к острову, до острова далеко, километр, мы его не видим. Мы поручаем небольшой подкоманде из трех человек сесть на шлюпку и отплыть на остров, изучить его и вернуться назад. Это, считайте, фичер-бранч. И пока они это делали, конечно, было бы здорово, если бы они ввели журнал и записывали, что они видели по дороге, как они плыли, кого они заметили, что они нашли на острове. И когда они приплывают назад, если мы делаем сквош этого коммита, если мы всю их историю соединяем в одну линию и говорим «шлюпка уплыла» и вернулась, и рассказала нам о том, что там на острове растут бананы. А как они плыли, а что они видели по дороге? Мы эту всю историю вычеркиваем. На мой взгляд, это неэффективно. Я бы оставлял эту историю. Но есть и другой подход. Это уже, наверное, вкусовщина. Это каждый решит для себя. Сейчас нам важно понять, что вот эту динамику прослеживать стало интересно еще 30 лет назад. Идем дальше. По истории. Еще одна статья. Еще одна мысль от умных людей. Здесь сказано, что change history, то есть история изменений в репозитории, может быть использована для того, чтобы оценить amount of effort, developer, бла-бла-бла. То есть оценить количество усилий, которые приложил программист. Это, в общем-то, та мысль, которую я вам только что высказал. То есть можно использовать change history для оценки effort. Есть люди, которые считают, что нельзя, что это не для этого, что программист это думающее существо, которое как второстепенную задачу может выполнить какие-то коммиты, но это не главное. Главное это его мысль гениальная, которую он... Это не так. На мой взгляд, это не так. То, как вы коммитите, показывает о том, показывает, демонстрирует то, или характеризует то, какой вы программист. Во многом. Чем более дисциплинированно вы делаете коммиты, тем вы лучше программист. Я вам до этого сказал, что нельзя говорить хуже программиста или лучше, но, наверное, давайте использовать такой термин. Чем вы более дисциплинированно в своих коммитах, тем чаще вы их делаете, тем лучше вы их документируете, чем они у вас более логичны, чем в более правильных местах вы их делаете, тем вы лучше программист. Ну и тут приходим уже, собственно, к описанию коммита. У каждого коммита есть текст, текстовое описание. Называется тот самый reason, о котором говорили раньше, или вот, например, textual description. Еще один термин, описывающий, что же мы там запрограммировали, что же мы коммитим. Ну и сказано, что этот textual description is essential to understanding. Это очень важно для понимания, почему эти изменения были выполнены. Ну и дальше сказано, что мы также ожидаем, что сложность, размер и интервал, они будут сильно отличаться в зависимости от типа изменений. Сейчас я вам покажу таблицу, которую они нарисовали, чтобы это объяснить. Но здесь важно понимать, что почему это, наверное, самое важное в коммите, это объяснить, почему эти изменения были сделаны. Не просто сказать, я удалил файл такой-то, или я перенес файл отсюда-сюда, а объяснить своему будущему читателю, зачем вы это сделали. Потому что, что вы сделали, он и так видит. Он видит, какие файлы вы изменили. Он может для этого использовать команду git show или какую-то другую команду в вашей системе контроля версии. Он поймет, что было сделано. Но вот почему, это только вы ему можете сказать. Этой информации в гид-репозитории или в гид-истории не содержится. Вот смотрите, они разделили все MR-ы, эти самые maintenance requests или дальше мы увидим, что MR-термин немного стал значить что-то другое, но суть его не менялась. Классифицируем изменения, которые вносятся в репозиторий. И смотрите, они разделили их на пять категорий. Корректирующие, адаптирующие, перфекционирующие, как я понимаю, инспектирующие и без классификации. И дальше разложили, все мерджи квесты, вот их 33 тысячи этих мерджи, мерджи квесты или коммиты, давайте говорить слово коммит. Они взяли 33 тысячи коммитов и увидели, проанализировали, безусловно, какие-то открытые репозитории и увидели, что в 33 процентах люди коррекцию вносят, в 45 процентах они adaptive, я так понимаю, они что-то к чему-то адаптируют, 33 процента это значит, что они улучшают код, как я понимаю, и 5 процентов inspection. В общем, эта таблица, можно ее изучать подробно, но интересно то, что коммиты бывают разные. Это главная мысль в этом, почему я вам показываю эту статью. Коммиты бывают разные, в каком-то коммите человек fix it bug, а в каком-то коммите мы добавляем unit test, то есть где-то мы корректируем неработающий функционал, а где-то мы полируем, мы делаем что-то лучше, что-то качественнее, что-то удобнее для нас, но функционал при этом остается тот же. И классифицировать эти коммиты вполне себе можно и важно и интересно. И люди стали этим заниматься и анализировать особенно большие массивы коммитов, вы тоже можете это сделать в каком-то из ваших исследований, взять гитхаб большое количество репозиториев, посмотреть на коммиты, скачать их из репозиториев и попытаться сделать какой-то анализ. Как именно вы будете классифицировать коммиты на корректирующие или адаптирующие или перфекционирующие. Это зависит от вас, это разные есть методики и в том числе машин лернинг может помочь и мы посмотрим на эти методики чуть чуть позже. Дальше интересная мысль, идем дальше по по мыслям, по работам. Я опять их выставил в хронологическом порядке, то есть нет какой-то такой единой системы, я ее не придерживаюсь, потому что материал такой, на мой взгляд, не очень систематизированный. Нет, как я вам сказал в самом начале лекции, нет единой метрики или даже набора метрик, которые бы сказали нам о том, что историю нужно анализировать вот через эти три метрики или через эти пять метрик. Как мы видим с метриками комплексити, как мы видели с метриками кохижин, каплинг, там существует некое соглашение уже между людьми, что метрики должны быть такие и мы измеряем именно это. Здесь в этой области, мне кажется, пока еще нет согласия и вполне его можно попытаться достичь, это тоже вам на будущее. Вы можете предложить какие-то метрики или набор метрик, которые бы, учитывая все прошлое, накопленное человечеством, предлагали бы какую-то систематизацию. Здесь посмотрите в этой работе, они поменяли MR на modification request, если раньше это был maintenance request, теперь это modification request, но MR остался MR. И они здесь говорят, что... ну, некие цифры приводят, они говорят, что программисты все-таки take care, то есть они стараются объяснить, что они сделали, вот слово explain нам очень важно, объяснить, что же они там делали, не показать, что они сделали, не demonstrate, не show, не present, а explain, то есть именно ответить на вопрос why. Это ключевой вопрос в каждом коммите. Когда вы делаете коммит, старайтесь ответить на вопрос почему, а не на вопрос что. Важно не что вы сделали в этом коммите. Очень часто мы пишем в коммите fixed a typo, исправил опечатку, deleted unnecessary unit test. Это мы и так видим, что вы сделали. Напишите нам, почему вы это сделали. This unit test doesn't work. Или this typo breaks the functionality. And by the way, I'm not adding a unit test, например. Объясняйте почему, объясняйте ваш reason. Ну и некий анализ цифр. Они говорят, что средний лог... логом они называют, собственно, commit message. В современной терминологии это commit message. Они его называют лог. Для каждого коммита примерно 300 символов. Эта цифра, мы дальше увидим, она может быть в те времена она и была похожей на правду, или в той системе, которую они анализировали, она была действительно такой. Но в современном мире она не такая. Люди пишут значительно более короткие коммиты и трудно представить, чтобы средняя цифра была 300 символов. Это несовременный результат. Но в те времена было именно так. Смотрите, у них один коммит, вернее 8 коммитов они увидели с длиной единицы, то есть один символ был в коммите. Я думаю, некоторые из вас пишут коммиты из одного символа. По крайней мере, я часто вижу, как программисты делают коммит, месседжи, состоящие из одного символа, просто чтобы что-то там написать. Чтобы он был как бы не пустой. Но это мы понимаем, что это такой читинг, который ничего хорошего не несет. Ну и вот они нашли один лог, месседж из 18 тысяч символов в одном месседж. Это конечно тоже экстремум, который нам не подходит. Но 300 символов, некая средняя цифра. Ну и тут я вам хотел эту статью показать. Здесь появился такой закрепился, точнее такой термин как Mining Software Repositories, MSR. Это целая такая сфера науки, которая выделила себя из Software Engineering. Сначала был воркшоп, посвященный этому MSR. А потом этот воркшоп выделился в отдельную конференцию. Он раньше был воркшопом на Икса конференции, а потом в 2008 году выделился в отдельную. До 2008 года работы были экспериментальные, интересные в разных направлениях. Все об одном. О том, как глядя на репозиторий, его майнить, то есть вытаскивать эти данные, вынимать оттуда данные, которые или выкапывать данные, которые являются метаданными. То есть история о том, что делали программисты, как они это делали, но ни к чему они пришли. К чему они пришли, это вопрос для нас последний, если мы занимаемся MSR. А вопрос о том, что нас привело к этому, это, наверное, самый интересный вопрос. И вот они выделили это в целую сферу науки и стали называть это MSR. Если мы будем дальше углубляться в анализ истории репозиториев, то мы будем зачастую натыкаться на работы, опубликованные на конференции MSR и около этой тематики. То есть сейчас все, что касается анализа гид-репозиториев или истории гид-репозиториев называется термином MSR. Это не Software Engineering, как было раньше, а Mining of Software Repositories. Статья, на самом деле, очень интересная, которую вот здесь я цитирую. Я ее рекомендую прочесть, она небольшая и она дает такой суммарный анализ того, что такое MSR. Я из нее сделал такую короткую выжимку, в которой из нескольких пунктов, из 7 элементов задач или 7 потенциальных результатов, которые может достичь MSR, которые были тогда уже 15 лет назад были понятны. Ну, например, мы можем, анализируя историю, мы можем лучше понимать системы, мы можем лучше в них разбираться, глядя на то, как они были построены, глядя на их историю. Видите, они говорят, используя исторические sticky notes, это я вам цитирую эту статью, можно смотреть на какие-то исторические sticky notes и понимать, что-то понимать о том, от чего система зависит и что в ней важно. Можно propagating changes, то есть мы можем, потому что случилось в прошлом, мы можем понять, что с чем менялось одновременно. Если два блока внутри кода или внутри системы менялись одновременно в одном и том же коммите или в одних и тех же коммитах, то мы можем сделать вывод о том, что между ними есть со-зависимости и эти code changes, то есть изменения одновременно, они нам многое могут сказать. Значительно большее, чем может сказать нам, собственно, код. Если в коде написано, эти два модуля представлены как два разных модуля, то видя, что их меняли одновременно зачастую, мы можем, наша интуиция может сработать и не только интуиция, мы даже на уровне инструментов можем понять, что это все-таки модули связанные между собой. Ну, конечно, predicting and identifying bugs, это совершенно очевидная цель. Мы можем, глядя на эти девиации, которые мы видим в прошлом, то есть, глядя на аномалии, которые происходили с нашим кодом в исторической перспективе, можем предположить или что-то сказать о том, что с нами случится в будущем, где будут дефекты и ошибки. Это, конечно, очень ценный источник информации, история изменений. Понимание динамики команд. Тоже интересно, они говорят здесь о морали в команде. Мы можем посмотреть на то, какие слова использовались в commit-месседжах. И если там были оптимистические слова, оптимистичные, если там был позитивный настрой у программистов, то, наверное, мы идем в правильном направлении. А если там какие-то другие слова, если там общий тон комментариев другой, может быть, даже не только в commit-месседжах. Мы можем анализировать не только историю репозиториев, но и историю тикетной системы, тикет-системы, историю коммуникации между программистами, может быть, в других местах. Этот MSR, он касается не только, конечно, истории гид-истории, но и всего, что было в репозитории. Конечно, в идеале в репозитории все должно быть в коммитах, но иногда и часто бывает, например, тикет-трекинг-система, которая не лежит в репозитории, не лежит рядом с кодом, а является тоже частью репозитория. Но в этом случае под репозиторием понимается, ну, условно, гид-репозиторий или гид-проджект, в котором, гид-хаб, sorry, гид-хаб-репозиторий, например. То есть он как бы репозиторий, но в нем есть еще вики-пэйджис, в нем есть еще тикет-системы, у них есть еще милстоуны, у них есть еще теги, которые прикрепляются к тикетам. И плюс к этому история гид-коммита. Вот все это вместе мы майним, все это вместе мы достаем и анализируем. Можно улучшать юзер-экспириенс. Вместо того, чтобы изучать качество исходного кода, мы можем майнить мониторинг и трекинг-инфраструктуры. Здесь идет речь еще и о том, что можно майнить не только то, что я сказал, не только гид-хаб-репозиторий, но и логи из продакшена, но и статистику работы системы на продакшен-серверах, на тестинг-серверах и так далее. Это тоже майнинг, это тоже туда же, в эту же сферу науки складывают. Реюзинг-код. Мы можем, конечно, найти способы переиспользования кода. Опять же, глядя на историю изменений, можем понять, какие блоки можно переиспользовать, вместо того, чтобы создавать их заново. Automating empirical studies. Ну и, конечно, можем изучать. Можем изучать все, что нам доступно и делать какие-то выводы о том, как работают программисты, о том, как они не работают, о том, как они допускают ошибки, как они не допускают ошибки, где нужно повлиять на их работу и как, для того, чтобы они работали лучше или хуже. То есть любые empirical studies, то есть исследования, основанные на практическом опыте, они возможны, если есть что изучать, если есть история, и эта история максимально наполнена информацией. Если, условно, в гид-коммитах у нас пусто, в месседжах, если в сообщениях в гид-репозитории пусто, то изучать нам будет мало что. Мы сможем только смотреть на те файлы, которые менялись, на время, в которое это происходило, на интервалы времени между коммитами. Но ответы на вопрос, почему эти изменения происходили, у нас будут отсутствовать. И, конечно, без них мы мало что сможем сделать. Это я вас еще раз склоняю в сторону или, сказать, призываю обращать внимание на то, что вы пишете в гид-месседжах. Я сам не очень большой любитель писать много в этих гид-месседжах. Я пишу в основном коротко, буквально несколько слов, и это мой недостаток. И мы разберем, почему это программисты делают. Есть ряд исследований, которые нам отвечают на вопрос, почему же так происходит, почему программисты так себя ведут. Еще одна интересное исследование, которое нам рассказывает о том, что процессные метрики, так называемые, процесс метрикс, они лучше могут быть, более эффективные предсказатели дефектов, чем код метрикс. Код метрикс вы знаете. Комплексити, как каплинг, кохижин, мы их все изучали на первых десяти лекций. Это были код метрикс. А здесь говорится о процесс метрикс, то есть о метриках, описывающих то, как мы к этому коду пришли. И предлагается набор, некоторый набор метрик, я вам сейчас его покажу. В этой статье авторы предлагают некий набор, ну и некие выводы делают. Тут, например, два интересных вывода. Они говорят, что после анализа этих метрик и после анализа качества кода и сравнения процессных метрик и наличие дефектов в коде. Они говорят, что файлы с high-revision numbers are by nature defect-prone. High-revision numbers это значит количество изменений в файле. Вот у нас два файла, оба написаны на java. Один, второй, мы на него смотрим и не знаем, допустим, историю, как к ним программисты пришли. Это одна картина. И другая картина, мы смотрим на два файла и знаем, что этот файл изменяли 15 раз, а этот файл изменяли 50 раз. Так вот, они говорят, что там, где изменяли 50 раз, там, скорее всего, ошибок больше. Это может быть интуитивно нам понятно, а может быть и нет. Я, например, подумал бы наоборот. Я бы подумал, что если изменяли файл пореже, то, наверное, в нем и нечего было изменять. И поэтому там все более-менее стабильно. Но нет. Некие исследования показывают, что связь обратная, зависимость обратная. Ну и второй вывод. Файлы, которые являются частью больших коммитов, в них, скорее всего, дефектов поменьше. Что значит частью больших коммитов? Это значит, что коммитили группой, сразу много файлов изменяли и наш файл исходный, этот файл попадал часто в такие групповые коммиты, а этот попадал редко. Так вот, если он попадал часто, наш первый файл, то, значит, в нем дефектов будет поменьше. Я думаю, что эти выводы во многом субъективны, они во многом, конечно, зависят от тех данных, которые мы исследовали. Если мы возьмем какие-то другие репозитории, возможно, эти цифры будут другие, возможно, эти выводы будут другие. Но это не так нам сейчас важно. Важно то, что мы понимаем, что мы можем эти процессные метрики использовать для анализа качество кода. Например, вот вам пример. Причем, обратите внимание, авторы говорят, что our set of change metrics is obviously only one possible proposal. То есть, это один из возможных вариантов. И вот их метрики, которые они предлагают. Например, первое количество коммитов для файла. Сколько раз этот файл участвовал в каких-либо коммитах. Refactoring — это что-то близкое, bug fixes. Number of times the file was downloaded in bug fixing. Сколько раз файл был, так или иначе, упомянут при bug fixing. Как это сделать? Ну, если программист дисциплинированный, то он в каждом коммите указывает причину в виде ссылки на bug report, либо на feature request, либо на и то и другое. Мы с вами изучали раньше, что это может быть одно и то же. Если вы это делаете, если вы в гитхабе программируете, то хорошо, если вы будете в каждом коммите начинать его в формате, начинать его через решетку, а потом какой-то номер. А потом уже здесь писать, допустим, там, как многие из нас пишут — fixed, какой-то typo. Хотя мы знаем, что это плохое описание, но важно сейчас вот это. И упоминая таким образом ticket, который вы сейчас исправляете, вы помогаете в будущем посчитать вот эту метрику bug fixes. То есть, помогаете понять в будущем, это был bug fix или это был feature request. Есть ли вообще, конечно, в баг-трекинговой системе или в ticket-трекинговой системе есть классификация на баги и не баги. Ну, в гитхабе это делать можно. Можно прикреплять бедж или лейбл с именем баг. Если прикреплен такой лейбл, то, наверное, можно сделать выводы о том, bug fix это был или нет. То есть, посчитать значение этой метрики. Количество авторов, обратите еще внимание, одна метрика. Сколько авторов участвовало в создании этого файла? Кто-то его создал, потом его кто-то менял, еще менял. И количество этих редакторов, оно, конечно, для каждого файла будет разное. Особенно, если в репозитории много участников, много контрибьюторов. И на больших open-source репозиториях это вполне можно посчитать и эти цифры собрать. А потом сравнить с тем, какое количество дефектов или какое количество проблем мы в этом файле увидели, зная, имея баг-репорт статистику и имея информацию о том, кто нам доставил неудобства, где нам приходилось фиксить баги. И так далее. Мы все эти метрики, может быть, разбирать не будем. Но вот еще, наверное, последнее, которое нам интересно, это возраст файла. То есть, сколько, сколько времени живет этот файл в репозитории. То есть, время с момента прибытия файла в репозиторию и до текущего момента, до текущего времени. Можно это время посчитать в неделях, как они предлагают, в неделях. Но я бы считал это время в процентах. То есть, если у нас на репозитории был создан, вообще весь репозиторий был создан здесь, вот у нас сегодняшнее время, это у нас today, это у нас, не знаю, 5 лет назад, 5 лет назад, 5 years ago, то файл был создан, например, вот здесь. Я бы в этом случае сказал, что age его составляет, ну, например, 68 процентов. То есть, отношение этого к этому, вот он появился, когда времени прошло уже 68 процентов. Это, мне кажется, интереснее, чем вот это измерить и сказать, что это время равняется 19 неделям. Не очень понятно, что делать с цифрой 19 в данном случае, она большая или она маленькая. Ее все равно придется сравнивать с остальными файлами, так или иначе. И удобнее будет, конечно, если эта цифра будет в процентах. Тогда можно будет понятно сравнить, что у одного файла это 3 процента, означает, что он очень старый, он появился практически одновременно с рождением репозитория. А у другого файла эта цифра будет где-нибудь 97 процентов. Это значит, что он только-только недавно попал в репозиторию. Это все процессные метрики. Метрики о том, как мы строили наш код, а не о том, что мы построили на выходе. Еще одно интересное observation. Да, я вам сейчас покажу график, который авторы этой статьи построили. Они пытаются сравнить термины, которые люди используют внутри своих комментариев, с размером, коммита. То есть иногда мы пишем пофиксили опечатку, а иногда мы пишем отрефакторили весь модуль, а иногда мы пишем удалили лишний комментарий, а иногда мы пишем перенесли файлы в другой модуль. Каждый раз описание изменений, оно может быть как-то представлено в виде ключевых терминов, то есть что мы там упоминали, что было главное. Вот они говорят, что термины, которые предлагают нам bug-related changes, то есть что-то про баг, что-то об ошибке какой-то, они обычно ассоциируются с достаточно малыми коммитами. То есть мы фиксим баги в малых коммитах. Вот такой общий вывод. Интересно он нам или нет, давайте посмотрим на картинку и дальше решим. Картинка выглядит так. По горизонтали они расставили размер коммита. Мы сейчас видим фактически три графика, только соединенных в один. Представьте себе, давайте сначала начнем с файлов. Если в коммите от одного до одного файла, если в коммите от двух до четырех файлов, если в коммите от пяти до семи, от восьми до десяти и от одиннадцати и больше. Это экстра большие коммиты, это большие, средние, малые и так далее. Вот есть пять категорий коммитов. И дальше смотрим, в какой процент, где больше было коммитов, куда они попали. Они анализировали историю GCC, 50 тысяч коммитов на протяжении восьми лет. Мы видим, что большинство коммитов изменяет от двух до четырех файлов. Ценно нам эта информация или нет, сказать сложно, но, наверное, это для вас должно быть каким-то индикатором, что, наверное, если вы будете со своими коммитами попадать в эту категорию, наверное, вы будете окей. Если вы изменяете сразу сто файлов, то ваш коммит, он необычен для любого репозитория. Ну, если GCC, это такой большой репрезентативный набор коммитов, и, наверное, делать коммиты такого размера, это нехорошо. И, наверное, делать коммиты такого размера, это тоже, я бы сказал, нехорошо. Мы чуть позже обсудим, почему. Вот интересный еще термин «hunks» они предложили. «Hunk» в их понимании это внутри файла, допустим, у нас идут строки внутри файла. И я во время коммита делаю, вот здесь я изменил три строки, и вот здесь изменил три строки. Так вот это «hunk» номер один, это «hunk» номер два. Если я здесь изменил еще одну строку, то это, собственно, «hunk» номер три. Такой термин я впервые увидел в этой статье, не знал о том, что так можно называть. Но, тем не менее, по ним они тоже анализируют. Ну, нас из этой таблички, наверное, будет интересовать вот эта составляющая. Здесь вы увидите, что изменяют от шести до сорока шести строк в одном коммите, от двух до восьми этих «hunk» появляются в коммите, и от двух до четырех файлов. Наверное, это можно утверждать более-менее с уверенностью, что это, наверное, нормальная картина для коммита. Если вы делаете что-то меньше или что-то сильно больше, то вы, скорее всего, допускаете ошибку. И нужно стараться держаться в этом интервале. Авторы этого не говорят, это я вам говорю. Это моя интерпретация этих данных, и она совпадает с тем, что я знал всю свою предыдущую профессиональную жизнь. По коммитам, которые я делаю, и которые я делаю ревью, того, кто присылает эти коммиты на ревью, я могу сказать, что действительно такие размеры, они наиболее удобоваримые, наиболее съедобные для ревьювера и для анализов в дальнейшем. А вот, собственно, те термины, о которых они говорили. Значит, они нашли, почистили, все они сделали. Они собрали все лог-месседжи и убрали все слова, которые не нужны, используя вот этот вот некий алгоритм. Я про него не знаю, но есть такой, видимо, алгоритм, который убирает лишний мусор из текста. И в итоге у нас получилось 50 наиболее часто используемых терминов. И вот смотрите, как они распределились. То есть слово «фикс» пишут 36% коммитов, используют слово «фикс». Это нам, конечно, говорит о проблемах с нами программистами, потому что мы… А, нет, сори, «фикс» я неправильно говорю. Вот со словом «эд» я бы… Хотя, вы знаете, может быть, я тут ошибаюсь. Наверное, нет. Я хотел вам сейчас здесь сказать, что программисты не описывают причины, а описывают события. То есть вместо того, чтобы объяснить, почему мы поплыли на остров за бананами, мы просто говорим «мы поплыли на остров». А вместо этого нужно сказать «бананов не хватает» или «еды не хватает», поэтому мы отправили шлюпку на остров. И здесь то же самое. Нужно не писать «мы удалили этот файл», а нужно написать «unit test перестал работать» и «build» стал красного цвета. Поэтому мы решили сделать вот то, что мы здесь сделали. Мы даже не говорим, что мы сделали, потому что вы увидите по информации о файлах. Но люди в основном, и я в этом не то, что уверен, я это вижу на практике, люди пишут, программисты пишут как раз именно в формате «мы поплыли, мы вернулись, мы привезли бананы». Зачем мы это делали? Эта информация утрачена. И можно ли сделать вывод, что можно ли подтвердить мою интуицию этим анализом? Я не уверен. Но посмотрите, может быть вам это будет чем-то ценно. Наверное, ценно здесь то, что анализ проведен. Вы понимаете, что такой анализ потенциально можете что-то подобное проводить и вы. Такие эмпирические оценки, эмпирические стадии, эмпирические исследования можете проводить самого разного формата. Вот, например, такой интересный формат, который нам показывает, что чаще всего люди пишут в своих комментариях. Даже вот такое слово, видите, с опечаткой, но тем не менее оно… Или это не опечатка, наверное, это, может быть, это результат работы этого алгоритма, потому что, смотрите, он убрал букву «е» и здесь, и здесь. Да, это не опечатка, это я вам… Это я ошибся, здесь опечатки нет. Все здесь правильно. Месседж, видите, убрали последнюю «е», видимо, для того, чтобы множественное число или форма, время глагола было разным. Вот еще одно исследование, где сказано, что большие коммиты, они, скорее всего, перфектив. Помните эти категории? Корректив, перфектив, адаптив, что-то еще. Так вот, оказалось, что большие комментарии, они в основном перфектив. То есть, когда большие не комментарии, а коммиты. Когда коммит большой, то это, скорее всего, происходит какая-то чистка репозитория, а не его корректировка, а не багфиксинг. Это, в общем-то, сочетается с тем выводом, который был приведен выше, что когда люди делают багфиксы, то у них коммиты небольшие. А когда они делают какой-то полишинг репозитория, то коммиты у них побольше. Ну, наверное, это… Видите, как они говорят, внесение изменений или корректировка ошибок, это такая работа surgical, чтобы это не значило, хирургическая, что ли. А perfecting a system is much more global, более глобальное по своей сути. Ну, пусть будет так. И здесь они нам показали… Разделили коммиты по типам, потому что происходит в коммите. Помните, я вам говорил, что коммиты разные бывают, и стоит обращать на это внимание. Так вот, здесь они говорят, что можно прочитать лог, то есть месседж сообщения коммита, и по нему понять, что происходит. И дальше они предлагают такой свой subjective вывод. Вот посмотрите на последний… Последний почему-то у меня pencil перестал работать. Посмотрите на последний… А, сори. На последний параграф здесь. Они говорят, хоть это и очень субъективно, то есть они такую поправку делают на то, что это их мнение субъективное, но они предлагают… Да, здесь они сначала сказали, что несколько фич в Postgres SQL потребовали больших коммитов, для того, чтобы они были имплементированы. Но они говорят о том, что должны быть какие-то методы созданы, которые бы могли бы… Я так понимаю, это сообщение, тут я… Может быть, мой английский недостаточно, чтобы это точно интерпретировать, но, как я понимаю, они говорят, что было бы неплохо, чтобы эти коммиты были все-таки поменьше, чтобы мы их как-то сделали более гранулярными, что ли, более точечными, потому что большие коммиты – это зло, это неудобно, это некомфортно для анализа и некомфортно для разработчиков и вносит небольшое количество трудностей в репозитории. Мы еще с этим чуть позже столкнемся, увидим, что это не только они говорят, но и многие. Ну и вот по типам коммитов, то есть видите, как большое количество этих мерч коммитов в репозитории, 20% мы мерджим, мерджим, особенно если это активно разрабатываемый проект и в нем много участников, то, конечно, мерч коммитов будет очень много. Ну, дальше вот, дальше по списку. Добавление фич, добавление документации, добавление модулей, какая-то очистка, токен-реплейсмент, баг-фиксинг, видите, баг-фиксинг – это только 9%. И так далее до самого конца. Чем эта нам таблица интересна? Ну, сложно сказать, какой практически в ней смысл. Наверное, нам стоит здесь понимать, что, когда вы работаете с репозиторием, вам, наверное, стоит быть готовым к ситуации, что много будет, как вам бы показалось, шума в репозитории. Будет много коммитов, которые вам будут казаться как будто бы нерелевантными, собственно, тем важным событиям, которые должны происходить или происходили в репозитории. Вы будете видеть мердж коммиты, вы будете видеть какие-то переносы, клинапы. Люди будут делать что-то, что вам будет мешать анализировать историю, видеть ее чисто, видеть только то, что важно. И это, конечно, большая проблема для современности, как визуализировать эту историю, как ее представить визуально и понять, что же делали программисты. Когда мы смотрим на большой репозиторий, пытаемся в нем найти год назад, где именно произошло важное изменение, где именно удалили важный функционал и почему, эта задача очень трудная, задача со звездочкой. Ее тяжело решить даже для своего собственного репозитория. У меня возникает такая проблема каждые несколько месяцев. И возвращаемся в гид-хистори, начинаем по ней идти, и вот тут проклинаем самого себя за то, что комментарии были короткие, непонятные. Исправил ошибку, исправил ошибку, исправил ошибку. Ну, этого недостаточно. Пиши подробнее, сам себе я говорю. Пиши подробнее. Ну, не пишем. И почему мы сейчас увидим? Тут есть некий анализ, я находил, где люди говорят, исследователи объясняют, почему программисты этого не делают. Ну, еще один ресерч, где они пытаются разделить коммиты на три категории. Опять, продолжается этот анализ. То есть, люди продолжают искать какие-то взаимосвязи, категоризацию, группировку, кластеризацию, всего, что можно найти в истории. Это забавно, интересно. Давайте читать дальше. Ну, вот они ввели три категории. Первая – это сингл коммитс, как они считают, что в нем участвует от 1 до 100 строчек кода. От 1 до 100. Потом агрегейт коммитс, где от 100 до 10 тысяч. И рефакторинги, в которых более 10 тысяч. То есть, когда люди рефакторят, они рефакторят массово. Они делают много изменений. Когда они делают агрегейт коммитс, они делают от 100 до 1000. Моя личная интерпретация этого такая. Я думаю, что вторая категория, от 100 тысяч до 10 тысяч, это самая опасная категория и самая токсичная категория коммитов. Если вы делаете коммиты примерно такого размера, это плохо. Лучше вы делаете уже рефакторинг, когда вы делаете массивные изменения. Тогда можно понять, почему они такие большие, потому что вы делаете сразу много. Например, у вас 1000 файлов в репозитории, и вам нужно поменять год в лицензии. В начале каждого файла может стоять лицензия. Мы это обсуждали. И вы в этой лицензии меняете год с 2023 на 2024. Вот буквально вчера я делал такой коммит массовый большой репозиторий. И, конечно, в этом изменении будет 1000 строк кода. Здесь цифры, наверное, они про большие, супер большие репозитории. Но для малых репозиториев можно эти цифры снизить. Важно здесь другое, что есть три категории. Есть категория нормальных коммитов. Окей. Есть категория плохих коммитов. Есть категория large коммитов. Large коммиты. Вот эти вот large коммиты, они окей, потому что мы понимаем, почему они large. А вот почему эти ребята большие, это, скорее всего, небрежность, неграмотность, неисциплинированность программиста. Он просто программировал всю неделю. У него все агрегировалось в одну большую порцию. И он эту порцию закоммитил. И вот это трагедия для исследователей, для анализатора этого репозитория и для всех будущих программистов. Потому что мы не можем вычленить из этого коммита конкретно какую-то фичу. Они все идут одним большим агрегатом. А ведь именно вычленение фичи или удаление коммитов, это одна из таких именно хирургических операций сложных. Такой черепикинг, как он называется в ГИТе. Когда мы должны, иногда понимая, что какие-то изменения были ошибочные, мы хотим их оттуда удалить. Мы хотим убрать их из репозитория. И мы это можем сделать только если они идут, конечно, индивидуальным коммитом. А если же они идут вместе с еще пятью фичами, то это все, это фулл стоп и это сделать будет практически невозможно. То есть еще один мотив, о котором мы не сказали. Это не только... В дополнение к тому, что вы помогаете будущим программистам понять, что было сделано, вы еще помогаете удалить какие-то изменения в будущем. То есть найти их легко, найти это место, где были изменения внесены, и их либо черепик, либо их совсем удалить, либо их вытащить и положить вперед с изменениями дополнительными. То есть вы даете возможность программисту поработать с ними так, как ему нужно будет, будущему программисту. Ну и то, что я вам обещал. Объяснение, почему программисты не комментируют. И вот мнение высказано, 2010 год, это вроде бы я нашел одна из первых статей, которая высказывается на этот счет. Авторы говорят, что основной причиной, почему написание подробных коммитов у нас занимает время. Во-первых, это последний шаг в кодинг-сессии. Ну это очевидно, мы писали-писали, потом в конце мы готовы сделать коммит, и вот в этот момент от нас требует еще время потратить на то, чтобы его описать. Ну и необходимое время и энергия, она не всегда доступна. У нас иногда этого всего уже нет, ни энергии, ни времени. Мы так много старались, кодировали, и тут вдруг нам нужно все это задокументировать, подробно все это описать, еще и объяснить, зачем мы это делали. Это, конечно, работа тяжелая. Ну и еще один момент. Мы не всегда помним, что мы там сделали. Не просто не всегда помним, что, мы не всегда еще и помним, зачем. То есть мы внесли изменения, мы программировали целый день, мы что-то такое настроили, а если мы программировали всю неделю, то это совсем проблема. В конце мы не помним, что мы сделали, у нас нет времени, у нас нет энергии. В итоге мы пишем fixed или ABC, или еще и пустой комментарий оставляем, и коммитим. Вот такая очевидная, здесь, я думаю, никто Америку не открыл, вещь вполне себе очевидная, но они, так сказать, показали это, показали, доказали, они поговорили с программистами, это не их фантазия, это некий ресерч они сделали, они опросили программистов, и на основе этого опроса они сделали такие выводы, что вот так вот все происходит. Если мы будем делать коммиты короткие, если мы будем коммитить 5 раз в день, после каждых двух файлов, которые мы поменяли, после каждого небольшого микроизменения, то эта проблема решится. У вас, во-первых, будет меньше нужно будет времени для того, чтобы описать, что вы сделали, и во-вторых, вы будете помнить, что же вы сделали. Короткие коммиты, быстрые, частые коммиты, минимум 5 раз в день. Если вы интенсивно программируете, если у вас полный рабочий день потрачен на программирование, 6 часов, например, то у вас должно быть точно 5 коммитов, а лучше 20. Я когда программирую, можете посмотреть мой гитхаб, я делаю, ну в день я делаю 50-60 коммитов, точно, иногда бывает под сотню, но не один. Один коммит в день, это значит, что я просто ничего не делал, я не работал. Если я не работаю, если я в отпуске, то я делаю там ноль коммит, или один коммит в день, это очень небольшой, но если идет интенсивное программирование, то я коммичу несколько раз в час, а то и десятков раз в час. Небольшое изменение, и на каждом изменении я делаю прыжок вперед. И этот прыжок легко описать, легко его объяснить, потому что он короткий, понятный, есть логика в нем, и в общем эти две проблемы будут нивелированы. Так, идем дальше. А, да, и теперь мы попадаем в интересную зону, 2010 год, люди стали думать о том, как автоматически генерировать коммит месседжи. В принципе, понятно, машин лернинг появился, алгоритмы появились, а что если мы вместо того, чтобы людей заставлять писать коммит месседжи, мы просто поставим машину, которая будет принимать от вас коммит, и описывать, что вы там сделали. Оказалось, что это вполне себе возможно. Оказалось, что вот они провели эксперимент, написали 250, вернее, взяли 250 лог-месседжей, которые написали люди, и затем попросили машину, которая написала эти коммиты, глядя на изменения, которые произвелись в коде, машина написала комментарий, написала объяснение того, что там произошло. И оказалось, что 89% вполне себе подходят. Дальше они спросили у людей, как вам подойдет эти описания, эти 250 месседжи, только с генерированной уже машиной. Оказалось, что, считаем, 90% из них, люди сказали, да, вполне хорошо все получилось. Это 2010 год, это без всяких чат GPT и больших языковых моделей. Вполне себе интересная тема для развития. Может быть, это и будет нашим будущим. Мы посмотрим в конце лекции, что не все так оптимистично, но в 2010 году вроде бы надежды у нас были на то, что так все и случится. Еще одно интересное исследование, такое больше забавное, скорее, чем важное. Но, тем не менее, оно имеет и практическую ценность. Оказалось, что коммиты, которые мы делаем между 4 часами утра, которые между midnight и 4 утра, то есть от полуночи до 4 утра, late night commits, которые сделал программист, уже отходя ко сну, significantly bugger, то есть они significantly более, значительно более ошибочные, в них значительно больше ошибок, чем коммиты между 7 утра и полднем. Ну, я думаю, это вполне себе соответствует интуиции, но вы для себя должны, наверное, сделать соответствующие выводы. Я для себя лично сделал их давно. Я знаю, что если я буду коммитить что-то ночью, вечером, уже когда я сонный, я, во-первых, буду дольше программировать, я дольше решаю задачи, я делаю там ошибки, которые я с утра с удивлением обнаруживаю и исправляю их за несколько минут. То есть ту задачу, которую я решал вечером час, я обычно утром решаю за 5 минут. То есть помимо того, что мои коммиты bugger, они еще и longer, то есть мой contribution ночной, он всегда дольше, чем contribution с утра. Поэтому я перестал давно программировать по вечерам. Я знаю, что я, если сяду вечером, то я буду просто долго это делать и в конце, и с утра в итоге пойму, что можно было это сделать значительно быстрее. Но вот наука согласна с моей интуицией, с моей, так сказать, практикой, принятой философией. Да, вот интересный ресерч, который я обязательно хотел вам показать. Проанализировали они какое-то большое количество коммитов в 2013 году и пришли к такому интересному выводу, что 14% всех коммит-месседжей, они просто пустые. 14% месседжей люди просто ничего не пишут. Они коммитят, то есть они поплыли на остров, взяли бананы, вернулись и не записали ничего в журнал. Просто это событие, ну оно, конечно, записано в журнал, мы же закоммитили, то есть мы увидели изменения в коде. Но почему, кто это делал, с какими целями, ну кто это делал, мы тоже увидели в влоге, но с какими целями, почему это было сделано, почему это было важно именно в этот момент? Информация утрачена. Это 14%. Дальше они говорят, что треть всех месседжей, точнее две трети, сори, две трети месседжей, это 66%, содержат от 1 до 15 слов, что, по их мнению, меньше, чем средняя длина предложения в английском языке. То есть это не цельное предложение, это я вот отношусь к этой категории. Я часто пишу от 1 до 15 слов. Я пишу a typo или bug was fixed или бла-бла-бла, что-нибудь такое. И даже если я пишу подробно, то у меня это 7 слов, может быть 10, но не больше 15. Вот я в эту категорию попадаю, и это не очень хорошо. А здесь они говорят, что нормальная длина предложения в английском 15-20 слов. И только 10% попадает в этот интервал. То есть качество commit-месседжей, которые делают наши современные программисты, оно оставляет желать к лучшему. Но мы очень-очень либо ленивые, либо нам это не нужно, либо мы не понимаем зачем, либо мы ждем помощи от компьютеров. Это тоже вполне себе вариант. Но представьте себе, мы берем какой-то огромный репозиторий, в котором сделано 50 тысяч коммитов, и просим какую-то large-language модель, чат-гпт, пройти по этому репозиторию, по всему, посмотреть на каждый коммит, посмотреть, что было сделано в этом коммите, какие файлы изменились, и написать хороший подробный коммит-месседж. И сравнить с тем коммит-месседжем, который там уже написан человеком. И если там человек написал подробный и хороший коммит, то его не трогать. А если там было написано одно слово, то заменить на то, что написал чат-гпт. И таким образом почистить весь репозиторий. Изменить коммит-месседжи в автоматическом режиме. Я такого инструмента не видел. Может быть, вы что-нибудь такое создадите. Берет человек такой инструмент, запускает на своем репозитории и получает чистую git-history. Красивую, с подробным описанием каждого коммит-месседжа. Почему нет? Дальше. Опять мы идем в сторону generated коммит-месседжа. Видите, люди стали больше интересоваться, это уже 2014 год, генерацией коммит-месседжей. И в статье сказано, что 84% сгенерированных коммит-месседжей не теряют важную информацию, требуемую для понимания этих изменений. 25% из них точны, а в 39% случаев их эти месседжи легко читать и понимать. Опять же, это без генеративных этих больших языковых моделей. Это пока еще методы использовались тогда первого поколения, прошлых поколений. И уже показывали такие хорошие результаты. Возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, это будущее. Но в конце вам покажу скептику на это, скептицизм в этой области, что не все может быть так радужно. Дальше, следующий интересный ресерч. JIT — это не тот JIT, который в Java. Это just-in-time модели, которые, just-in-time имеется в виду, что они, глядя сейчас на ситуацию, как я это понимаю, они показывают в репозитории тот коммит, который будет нести с собой дефект. В этом research question, в этом вопрос. Можем ли мы построить модель, которая бы предсказывала нам по коммиту, говорила, будет в нем ошибка или нет. И вот они говорят, что большое количество этих моделей, которые они изучили, они значительно смогли их улучшить, добавляя метрики, которые измеряют коммит месседж volume and content. То есть в этой статье нам что важно, что если мы будем обращать внимание на размер коммит месседжа и на то, что в этом коммит месседже написано, вот это плюс это, добавлять в эти модели предсказания, то мы будем лучше понимать, есть там дефект или нет. То есть люди, которые описывают свой коммит в этом месседже, они вполне себе самовыражаются настолько, что это может служить вполне себе основанием для решения о том, допустили они ошибку или не допустили. То есть мы с вами вполне себе источники этих знаний, а значит стоит это делать, стоит описывать, что мы делаем. Еще один ресерч относительно возраста файла. Помним, у нас была такая метрика age, то есть возраст файла внутри репозитория. Они здесь говорят, что это, еще раз, что это how long a given program statement has existed. Они здесь говорят program statement, то есть они даже, программ элемент, sorry, не statement, программ элемент, ну то есть какой-то файл, который в репозитории. И вот у него есть возраст, сколько он там находится, какой возраст. Ну и они объясняют, как они калькулируют для statement. смотрят, какое время или сколько предыдущих версий назад этот statement конкретный появился в репозитории. Ну, это здесь мы на этом можем остановиться, просто я вам это показал для того, чтобы вы закрепили у себя ощущение, что такая метрика вполне себе существует, и она называется age. И эта метрика age, она полезна, нужна, и с ней можно работать. Ну и снова нам говорят, что качество commit message, это уже прошлый год. Качество commit message имеет impact, то есть конкретно влияет на дефективность этого коммита, на возможность появления в нем дефектов. И дальше, по общее качество commit message, в репозитории, что интересно, снижается со временем, в то время как девелоперам кажется, что они пишут все лучше и лучше commit message. Такое интересное наблюдение. То есть качество commit message влияет на то, точнее связано, хотя здесь написано слово impact, то есть качество этого message влияет на то, будет там ошибка или нет. То есть если вы написали короткий message, непонятный и может быть бессмысленный, то скорее всего в этом вашем коммите находится дефект, это первое. И второе, что когда репозиторий развивается, у него качество commit messages снижается. Пишут люди все более и более небрежно, 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 хотя думают при этом, что они пишут лучше. Вот что-то такое нам в прошлом году на вполне себе крупной конференции сообщили сообщили. Ну и то, что я вам обещал про large language модели. Значит, это вообще статья этого года, буквально месяц назад она вышла. Значит, что нам говорят здесь? Мнение следующее, причем подкрепленное данными экспериментами. Они говорят, что хотя large language модели могут получать на вход, собственно, диф, то есть что произошло в этом коммите, и могут генерировать short messages, объясняющие, что же там произошло. Однако, то, что они генерируют, очень сильно отличается от того, что пишут девелоперы. Вот такая проблема на сегодняшний день. ChatGPT и плюс вот этот Unix Coder, то есть они попробовали несколько моделей и увидели, что эти все large language модели, они пока пишут не то, что писали бы программисты. И это, конечно, проблема. И значит, есть куда расти, есть еще с чем работать. Пока large language модели, тот инструмент, который я вам описал, видимо, еще пока сделать не получится, который бы брал всю историю в ГИТе и всю ее чистил. Хотя, может быть, его уже можно создать и просто ждать, пока будут появляться новые, более качественные модели и их в этот инструмент вставлять. И инструмент, соответственно, будет становиться все мощнее и мощнее. И через время у вас будет уже, если вы сейчас его сделаете, то через 5 лет у вас будет лучший на рынке инструмент, которым будут пользоваться все. Все программисты захотят взять его себе, запустить из командной строки, почистить свой репозиторий. Пусть это займет несколько часов, но в итоге получается потом git push и все это git force push и весь репозиторий становится красивый. Но пока наши эти chat GPT, они не справятся. Ну и вот еще несколько таких, три, точнее не несколько, а три pitfalls, три проблемы с автоматической генерацией коммитов. Это тоже та же статья этого года. Ну, во-первых, девелоперы говорят, что это даже проблемы, наверное, это проблемы в статье, которые обозначены. Вот первое, что они сказали, что 37% девелоперов находят это все time consuming и не хотят писать commit message. Это, видимо, это как-то согласуется с теми данными, которые мы видели раньше. Ну, здесь после опроса какого-то количества девелоперов они нашли первый такой факт, что 37% из них не хотят ничего писать. Второе, они говорят, что существующие подходы к автоматическому генерированию сообщений коммит-месседжей, они научены, натренированы и способны работать с коммитами, в которых произошло изменение от 100 до 200 токенов, то есть с короткими дифами, в то время как, вернее, в этом интервале, да, в то время как только 5% этих коммитов находятся в интервале с меньше 100 токенов. И если мы возьмем коммиты с большим числом, чем 200 токенов, то мы видим, что их перформанс этих существующих генераторов с месседжей degrades significantly. То есть, современные генераторы автоматических коммит-месседжей, они способны хорошо работать только на вполне себе ограниченном размере этих коммитов, как от 100 до 200. Что такое токен? Ну, условно, ключевое слово в языке программирования. То есть, если вы поменяли, представьте себе, у вас блок кода, вы его токенизируете, получаете stream of tokens, если говорить о синтаксическом анализе. И в этом stream of tokens находится 120 токенов. Тогда модель справится. Если там тысяча токенов, что часто бывает, очень часто, там она, конечно, уже не справляется и не может понять, что же там произошло. Ну и последнее. Если мы будем убирать месседжи, которые сгенерированы ботами, а их много, то есть в репозитории еще и большое количество месседжей, которые генерируют всевозможные боты, мерч-боты, коммит-боты, которые как-то помогают репозиторию, то эти модели существующие, видите, эти генераторы, генераторы месседжей, они greatly declines, то есть они тоже снижают качество своей работы очень сильно, если из репозиториев убирать эти бота-сгенерированные коммиты. То есть, в общем-то, авторы этой статьи критикуют современные подходы к генерации сообщений и говорят, что мы пока еще далеко от чего-то толкового, что может хорошо работать. Ну и последний мой слайд. Я тут собрал несколько таких фольклор программистский. До этого у нас была наука, более-менее, где люди свои мнения доказывали, свои выводы как-то обосновывали цифрами, фактами. Сейчас мы посмотрим на голый фольклор, на то, что программисты от себя говорят. И им кажется, что это правильно. На самом деле, это, наверное, самый интересный слайд, как для программистов, если вы не собираетесь быть учеными и писать что-то подобное тем статьям, которые мы рассмотрели, то фольклор как раз для вас. Первое. Commit as soon as it compiles. Очень хороший совет. Как только у вас скомпилировалось, коммите. Вы берете репозиторий, хотите в него внести изменения, делаете там-сам изменения, пробуйте, он не компилируется. Еще немножко подправили, компилируется. Коммитим. Дальше меняем дальше. Опять пробуем компилировать, опять не получается, мы где-то подклеиваем, где-то добавляем, он компилируется, мы опять коммитим. После успешной каждой компиляции делаем коммит. Это отличный совет, я его поддерживаю. Второй совет. Предпочитайте малые коммиты большим коммитом. Мы про это поговорили, фольклор это подтверждает. Меньшие коммиты, это хорошо, большие коммиты, это плохо, простое, понятное правило, следуйте ему. Третье. Не делайте коммиты на time basis, а делайте на feature basis. Это важно. То есть не ставьте себе задачу сделать коммит каждый час. Это неправильно. Ставьте себе задачу делать коммит после каждого небольшого успешного изменения. Если это изменение заняло минуту, значит вы делаете коммит через минуту. Если это изменение потребовало день, значит вы делаете коммит через день. Время не должно управлять вашей скоростью коммитов, а только готовность того кода, который вы редактируете. Следующее. Я делаю коммиты каждый раз, когда я делаю брейк. Это хорошее такое тоже фольклорное замечание. Как только вы чувствуете, что пора выпить чаю или встать пройтись, значит время сделать коммит. Потому что, видимо, вы в этот момент закончили какой-то более-менее блок работы и можно и отдохнуть, и перед этим сделать коммит. Я для себя еще, знаете, такое часто в голове держу правила. Я понимаю, что когда я встаю из-за компьютера или переключаюсь на другую задачу, очень велика вероятность, что я просто забуду вернуться к той задаче, которой я занимался. Меня что-то отвлечет, я куда-то уйду, я закрою компьютер, забуду, я потеряю интерес. Ну что-то может случиться, меня позовут на митинг. И чтобы я потом, возвращаясь, не вспоминала, чем я занимался, а не забыл ли я сделать коммит. Я всегда знаю, что когда я руки от компьютера убираю, то лучше я сделаю коммит и буду спокоен, что мои изменения ушли в репозиторию, ушли в гитхаб, ушли туда, где они будут в надежных руках. То есть оставлять незакомиченные изменения на компьютере для меня некомфортно, если я оставляю компьютер без внимания, если я от него отхожу. Я когда отхожу, я хочу сделать коммит и тогда только я встаю. Вот такая привычка у меня за многие годы выработалась. Я вот нашел примерно что-то подобное на просторах интернета. Тоже интересный совет. Если вы в описании коммита должны поставить слово and или слово or, значит вы делаете слишком большой коммит. Вы в коммите должны писать все одним предложением. Что вы конкретно сделали без and, or и так далее, без перечисления. Если же вы идете списком, мы сделали там и это, и это, и это, и это, значит вы делаете too much. Вы сделали слишком много в одном коммите. Ну, это похожий совет. Если вы сделали, если вы не можете адекватно описать свой коммит в одной строке, значит у вас слишком много изменений. Одна строка. One simple line. Я не сторонник коммитов мульти-лайн коммитов. Очень часто люди делают такое. У него первая строка, так называемый, title коммит, а потом список идет подробно, что там произошло. Для pull request это может быть окей, потому что в pull request идет сразу группа коммитов. Но для одного коммита должна быть one line. Так что я за one line категорически и с этим комментарием согласен. Следующий. Мы не коммитим автогенерированные файлы. Это большой топик для обсуждения, но в общем, общее правило, файлы, которые генерируются инструментами типа IDEA, типа VS Code, типа каким-то генератором парсера, генератором чего-то еще. Все файлы, которые генерируются, и вспомогательные файлы, мы не коммитим в репозитории. Мы их вставляем в так называемый файл, например, gitignore. В gitignore. И поскольку они в файле gitignore, они не уходят в репозиторию. Они временные, они лежат у вас на диске, но при коммите, при пуше, они туда не попадают. Это важное правило. Следите за этим. Если я открываю репозиторий и вижу там эти временные файлы, попавшие туда в гитхаб, это говорит о том, что программист неаккуратный, не дисциплинированный, и ему нужно на переобучение. Ну и последний совет. Такое правило некое. 50 строк должно быть в тайтле этого коммита, и дальше все остальные строчки, если они идут в описании коммита, должны быть не длиннее, чем 72 строки. Я не очень согласен с этим правилом, так я вам его привел, потому что оно вроде бы кажется популярным на просторах интернета. Но вот первую часть я бы оставил вот так, а эту бы я убрал. Про остальные строки. Но первую строчку точно, она должна быть короткой. Строка, в которой вы пишете, 50 символов. Хотя это не согласуется с тем, что мы видели до этого, где нам говорили, что среднее английское предложение это 15 слов и более. А здесь нам говорят 50 символов и не более. Ищите свой формат, но я думаю, что если это будет one line, и она будет достаточно емкая, то вы будете иметь в итоге качественный коммит. И главное правило, на мой взгляд, описываем, почему мы это сделали, а не что мы сделали. То есть отвечаем на вопрос why, а не на вопрос what. Тогда все у нас будет хорошо. Ну и ждем больших языковых моделей, которые придут к нам на помощь через несколько лет, и вся эта проблема исчезнет, все эти исследования можно будет вычеркнуть, и у нас просто все будет генерироваться машинами. Мы будем просто нажимать кнопку коммит, и дальше будет красивый коммит месседж вылетать, абсолютно идеальный, прекрасный. Мы будем, даже не будем его читать, мы будем просто соглашаться, и все будет происходить автоматически. Немножко грустно, что так случится, но это неизбежно случится.